В связи с пандемией коронавируса Гомельский филиал Республиканского унитарного предприемства Белпошта поширает список послуг, которые оказываются насильством. В приватности разговор идет о бесплатную доставку харчовых, промышленных и строительных материалов. Как это происходит на практике, наши корреспонденты доведались на прикладе Жлобинского регионального узла Паштовой связи. Жлобинский узел Паштовой связи – предприемство региональное. В зоне его отказности – Жлобинский, Октябрьский, Светлогорский и Рогачевский районы. Мясовое насильство постоянно обслуговывает 111 объектов связи – стационарных и перасовных. При этом разуме не идея об оказании выключено Паштовых послуг. Сучасная Пошта – предприемство шматфункциональное. Сегодня тут можно без проблем набыть продукты харчевания. При желании их даже принесутся домой, причем доставка абсолютно бесплатная. Что дышится кошту продуктов, то они обычно такие же, как у гандлевой сети, даже ниже. Воспользоваться полным перечнем наших услуг, а также приобрести товары повседневного спроса можно не только в отделениях почтовой связи, но и на дому. Наши почтальоны принесут любой вид товаров, как промышленную группу, так и продуктовую группу, на дом нашим пенсионерам или нашим клиентам, согласно заявочке, оставленной в отделении почтовой связи. Для этого достаточно сделать звонок в обслуживающее отделение связи и оставить заявку. У паштальона Марии Снегировой працовный день начинается еще до официального открытия почтового отделения. Причем разом с газетами часто приходится носить еще и продукты харчевания. Особливо часто такие заказы робят пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем. Два килограмма муки, килограмм сахара, масла, хлопья, как-никак, все-таки 800 грамм, 500 гречки килограмм. Тяжелее. Сгодно с правилами сумка паштальона не может перевышать больше, как 7 килограммов. Тому выконать все заказы за один раз, звичайно, не отримывается. В гумельском филиале РУП «Белпошта» ситуацию разумеют и мкнуться за охвачивость работников. За кошт прибытка предприемства ему якости премии выплачивается 5% от огульного кошту заказу. Обовязковое потребование – выкористовывать марлевые маски и перед встречей с человеком опрацовывать руки специальной ваткостью с утриманием спирта. На основании списка я вам все поднесла, принесла. Может, что моющая, чистящая надо еще? Подумайте, если что. Это уже давай с пенсии. Ну хорошо, принесу с пенсии, хорошо. Кожная доставка оформляется специальной квитанцией с указанием принесенных продуктов, ци товаров и их кошту. А про шатаго паштальон может на место принять оплату за коммунальные послуги и принести пенсию. Навод, коли пенсионер ранее отримлевает ее на паштовом вузле. Необходно только, как человек поведомил об этом вузно-ти письмова. Пенсию, допустим, я получила уже, а чего-то мне не хватает. Ну, так я звоню у Марии, она тут же приносит мне в тот же день. Олег Сенчеров, Евгения Кухаронак, Валера Хапанько, телерадо и компания «Гомель» за Жлобина.